В Алтайском крае в этом году с опережением на несколько месяцев стартует 16-й благотворительный марафон «Поддержим ребенка», реализуемый региональным отделением Российского детского фонда. Письма с предложением поддержать программу помощи тяжело больным детям за подписью Игоря Степаненко, заместителя губернатора, уже рассылают во все организации, в том числе в Сибирской медиагруппе. Почему старт марафона перенесли с осени на начало лета? Какую помощь получат участники марафона? Об этом и не только расскажет Оксана Овчинникова, руководитель регионального отделения Российского детского фонда, а также член общественной палаты Алтайского края. Оксана Николаевна, добрый день. Мы хотели бы с вами сегодня поговорить о работе фонда и также о марафоне «Поддержим ребенка». Это у нас основная тема. Что сегодня у нас меняется в работе марафона? Ну, наверное, я начну с благодарности. Во-первых, мне хочется поблагодарить весь коллектив сотрудников Сибирской медиагруппы за активное участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим ребенка». Ежегодную помощь мы получаем и от вас, и это очень приятно. А также огромные слова благодарности всем тем неравнодушным людям, руководителям организаций, которые с года в год, из месяца в месяц участвуют в этом, ну, таком проекте, который стал уже, ну, я думаю, визитной карточкой нашего региона. Потому что в других субъектах Российской Федерации проходят подобные мероприятия, но они имеют такой вот разовый характер. Прошло один раз, собрали денежные средства на какие-то задачи, и, собственно, проект на этом закончился. А у нас уже вот в 16-й раз проходит марафон «Поддержим ребенка». Почему мы обратились раньше? И, собственно, почему надо начать тоже с того, что этот проект изначально был всегда под патронажем правительства региона. Ну, вот в 2009 году он был запущен. Александр Богданович Карлин, Надежда Степановна Ремнева, Раиса Степановна Федорова и, конечно же, Яков Наумович Шойхит. В общем, вот это вот было как раз детище ими создано, и вот на протяжении этих лет оно продолжает успешно работать, помогая тяжелобольным детям Алтайского края. И вот мы недавно подсчитали, ну, примерно тысяча, одна тысяча детей в год получают помощь только по этому проекту. У Алтайского краевого отделения Российского детского фонда несколько направлений работы, но это, конечно, приоритетно. И вот даже если вот посчитать грубо, да, это вот 15 тысяч детей обрели иное качество жизни. Кому-то удалось восстановить здоровье, а кому-то сохранить жизнь. Это огромный вклад, ну, в такое вот, в общее дело счастливого, здорового детства Алтайского края. Я думаю, ну, не секрет, что действительно даже для помощи одному ребенку приходится собирать очень большие денежные суммы, и, ну, это не происходит сразу, одномоментно. Как сегодня, может быть, фонд работает на то, чтобы привлечь людей, верить в то, что это эффективно, что это работает, и действительно можно спасти жизнь человеку? Ну, знаете, цена вопроса, это грубо звучит, но тем не менее, то есть оборудование, лекарственные препараты, перелет из Барнаула до федеральных центров, это всегда деньги. И для помощи не всегда нужны миллионы. Иногда это бывают десятки тысяч рублей. Вы говорите про сборы. Вот у нас как раз марафон позволяет быстро реагировать на возникшую ситуацию, моментально, потому что у нас есть вот этот запас денежных средств. Вот прям приведу недавний пример. В перинатальном центре, который находится у нас в центре охраны материнства и детства, в краевом центре, родилась девочка. Который, вот прям несколько дней назад, который срочно нужно отправить в федеральный центр, чтобы спасти ребенку жизнь. По ходатайству главного врача необходимая сумма была выделена и на перелет мамы с ребенком. Ну, ребенок, понятно, летит бесплатно в этом возрасте. И самое главное, на сопровождение врачей, реаниматологов, которые будут контролировать весь процесс, чтобы во время перелета не произошло непредвиденных ситуаций. У нас есть эти денежные средства, и мы оперативно реагируем и помогаем. Это перинатальный центр ДАР и седьмая детская больница, палеотивное отделение, центр охраны материнства и детства, краевой центр. Видите, здесь невозможно запланировать. Нет такой вот какой-то, какого-то плана, да, сколько там ребятишек заболеет, или у кого будет ухудшение по состоянию здоровья. Это всегда спонтанно. Поэтому вот этот вот денежный резерв, он должен быть, обязательно должен быть, чтобы вот у нас такие экстренные ситуации могли разрешаться самым благоприятным образом. Оксана Николаевна, ну а сам марафон «Поддержим ребенка», вот как в него попадают дети, как они становятся участниками и рассчитывают на помощь? Как это сделать? Может быть, кто-то нуждается в том, чтобы сейчас обратиться за помощью? Марафон, следующее направление, то есть это оказание помощи по заявлениям родителей. Когда родитель, ну, имеет какая-то, какая-то ситуация, экстренная ситуация, повторюсь, экстренная ситуация, сложная ситуация финансовая, они обращаются, пишут заявление, и мы на попечительском совете коллегиально принимаем решение оказать помощь в каком объеме или отказать помощь. И такие тоже случаи бывают. Следующее направление — это ходатайство медицинских учреждений, вот о котором я говорила. Когда ребенок находится в клинике краевой, и вот выявляется эта проблема, нам сообщаются, и также на соседании попечительского совета рассматриваются вопросы, необходимая сумма выделяется. И следующее направление — это комплексные закупки. То есть мы из года в год курируем определенные направления, например, целиакия, фенилкотенурия. Ребятишкам с этим диагнозом нужна специализированная безглютеновая мука. Мы ее возим из-за рубежа, потому что там, ну, особой степени очистки. И, надеюсь, что в скором времени у нас будет и отечественная мука появится такого же качества. Ну, вот в прошлом году мы возили из-за границы эту муку. Из года в год мы закупаем, привозим, и все дети с этим диагнозом Алтайского края получают необходимый продукт питания, ну, который очень важен для их здоровья, для их жизни. Это вот только то, что я сказала. Есть у нас еще такое постоянное направление, как болезный эпидермолиз. Это дети бабочки. У нас в Алтайском крае проживают две девочки с этой тяжелейшей формой болезного эпидермолиза. Каждый год мы закупаем привязочные материалы, различные мази, которые им необходимы для того, чтобы, ну, вот поддерживать максимально комфортное состояние этих ребятишек. И таких направлений много. Вот, поэтому у нас либо родители сами обращаются, либо в медицинские учреждения, либо вот то направление, которое вот из года в год мы ведем. Вот таких вот три этапа. И помогают вершить эти истории наши благотворители. А среди них очень разные категории. Это и бабушки-пенсионерки, это и детские сады, это общественные организации, это журналисты, это банки, промышленные предприятия, фермерские хозяйства, театры, музеи, школы. Энергетический сектор нас поддерживает. И можно перечислять и перечислять. Как считаете, сегодня у нас как-то меняется отношение общества вообще к любой благотворительности, которая требует собирать деньги, чтобы кому-то помочь? Наверное, активнее обычно отзываются на какие-то практические цели, там, поучаствовать в субботнике, это проще, чем перевести 100 рублей. Как считаете? Ну, по статистике. Вот я могу сказать вам вот что. Это моё личное мнение. Я считаю, что благотворительность — это высшее образование души. А высшее образование нужно не всем людям. Кому-то достаточно начальной школы, там, не знаю, среднего звена, специального образования. Но есть люди, которые понимают, что это внутренняя потребность помочь кому-то. По вопросу доверия, который вы тоже затронули, да, вот денежные средства, там, лучший труд. Вы понимаете, что, видя этих людей, понимая, что они перечисляют денежные средства, лично для меня это высочайшая степень ответственности. Ведь если нарушишь вот этот вот момент доверия, ответственности, ты же даже не перед этими людьми будешь отвечать. Ты же будешь отвечать намного выше. И совершенно другой будет суд. Поэтому работая в благотворительном организации, и каждый вам скажет, нельзя кривить душой. Это всё отразится обязательно. Поэтому у нас есть более строгий над нами контролёр, чем вот просто вот люди, которые там не доверяют. Намного выше и намного серьёзней. — Расскажите, пожалуйста, про этих святых почти людей, которые работают в отделении фонда. — Да, у нас в районе сказано. — Чем они занимаются? Там общением с клиентами, которые обращаются за помощью, например, может быть. Что происходит в самом фонде? Мы же не знаем об этом. — Ну клиентов мы, конечно, никогда не говорим. У нас есть там посетители, у нас есть люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию. К нам приходят всегда люди с бедой, реже те, которые хотят поддержать. И помочь чаще всего с бедой. И каждого нужно выслушать в обязательном порядке, даже если не можешь помочь. Поговорить и выслушать обязательно нужно. Стараемся это делать. На самом деле у нас сейчас работает всего три человека вместе со мной. То есть это просто настолько маленький коллектив. И вот сегодня у нас, вот сегодняшний день вам расскажу. Сегодня с утра у меня двое сотрудников были в Доме ребенка, проводили там мероприятия. Замечательный спектакль, репетишки посмотрели. Репка Алтайского государственного театра «Кукол сказка». У меня было сегодня заседание в Алтайском краевом законодательном собрании комитета. И мы обсуждали возможность улучшения ситуации по проезду тяжелобольных детей. в федеральные центры, чтобы там компенсация была. В общем, ряд вопросов было решено. Сейчас только это предложение, если оно будет на российском уровне услышано, то это будет, конечно, очень замечательно и очень хорошее подспорье. После обеда у нас реабилитационный центр «Журавлики». Там у нас тоже пройдет мероприятие. Также повезем спектакль «Лягушка-путешественница». Ну и вот еще сегодня интервью. Это вот я не говорю о тех вопросах, которые индивидуально мы решаем в течение дня в обязательном порядке. Такой важный аспект затронули проблемы, когда требуется лечение, но при этом нужно отправляться либо в Москву, либо какие-то другие даже города зарубежные. Вот как сегодня решается эта проблема с транспортом? Вы сказали, нужно сопровождение врачей. Не всегда. Это если тяжелобольные ребятишки. Ну, мы по возможности, конечно, почему, собственно, и объявили-то еще раз марафон «Поддержим ребенка», потому что больных ребятишек много, помочь хочется многим, а денежных средств не хватает. Вот поэтому, собственно, вот у нас правительство услышало нас и поддержало инициативу обратиться два раза в год в этом году, в июне и, в общем-то, осенью, с чего вы начали наш разговор. Вот. Поэтому здесь идем навстречу. Но федеральные центры, конечно, это совсем другое. Другое оснащение, другие специалисты, другие возможности. И если в крае нет возможности помочь, именно даже, вот, например, имеющимся оборудованием, ребенка нужно отправлять. Ну, а то, что врачи сопровождают, это прекрасно. Меньше рисков. Ребенок долетит более с охранным. Вы говорите, святые люди, а сотрудники детского фонда нет. Святые люди работают у нас в больницах, люди в белых халатах, которые спасают жизни детей. Мы говорим о детях. Иногда за это не получают даже благодарности. Я постоянно сталкиваюсь с этими ситуациями. Вот у нас недавно, например, была ситуация, хочу рассказать. Отправляли ребеночка, девочку, в московскую клинику. А здесь ее ввела врач из седьмой детской больницы до отправки. И она полетела на операцию, чтобы посмотреть, как она прошла. Ну, это же говорит об отношении врача к пациенту. То есть она переживала, она понимала, что она потом будет вести этого ребенка. Она полетела в Москву, чтобы присутствовать на этой операции, посмотреть и поговорить со специалистами. У нас очень много замечательных врачей, которые вот действительно преданы своей работе. Ну, мы не подменяем работу, повторюсь, государства. Мы просто идем в помощь, в поддержку, когда усилий недостаточно, когда какие-то есть недоработки в этом. Например, болезнь выявилась в этом году. Ну, никогда ее не было в Алтайском крае. Ну, конечно, существует какой-то промежуток времени, чтобы понять, какие лекарства закупить. Какие-то вот регламенты существуют, да, там, торги обязательно правят. Ну, законодательность Российской Федерации. Его никому нельзя нарушать. А общественная организация здесь более гибкая, более лояльная. Мы можем на какой-то промежуток времени закупить. Главное, что от этого выигрывают только ребятишки. Еще один такой немножко детализирующий вопрос. Некоторые лекарства у нас выдаются другими фондами, столичными, до достижения ребенком какого-то возраста. Совершеннолетние. Ну, конечно. Вот что в таких случаях делать по взрослевшему ребенку, который лишился своего препарата? Он может обратиться, например, в Российский детский фонд? До 18 лет. Тоже до 18? Да, до 18 лет, конечно. У нас есть фонды, которые поддерживают взрослых людей. Есть фонды, которые поддерживают разного возраста людей, но с определенным заболеванием. Мы же не единственные. Я всегда говорю, то есть то, что мы можем, мы делаем. Мы ни в коем случае не можем оказать помощь всем больным ребятишкам Алтайского края. Повторюсь, кому-то мы помогаем, кому-то мы отказываем в помощи. Но если я вижу, там 40 миллионов нужно на лечение, мы не собираем даже в год этих денег. Ну, зачем я буду обманывать родителей? Я сразу говорю, обращайтесь в федеральные каналы телевизионные, обращайтесь в федеральные фонды. Ну, там больше шансов привлечь эти денежные средства. Мы помогаем по силам. Сколько у нас есть силы, сколько у нас есть возможности, так мы и помогаем. Марафон же рассчитан на то, что появляется какая-то очередь. Нет, очереди у нас нет. Нет, конечно. То есть просто у нас есть имена, которым можно оказать помощь? Есть имена, которые оказаются, то есть открыт сбор, да? Это когда не экстренно нужна помощь. Если ребенку помощь нужна экстренно, и это жизнеугрожающий фактор, помощь оказывается сразу, в день обращения. Это очень быстро делается. Да, мы курируем палеотивное отделение. Вот сейчас вопрос стоит о покупке специализированного питания для ребятишек, которые там находятся. Ну, скажу, что такое палеотивное отделение? Это период дожития. Это тяжелобольные детки, которые медицинские... На сегодняшний день уровень медицины уже не может оказать помощь. Потому что, конечно, есть заболевания, которые заканчиваются летальным исходом. Мы все это понимаем. Но я всегда говорю, этим ребятишкам должно быть комфортно, не больно, и они должны быть сыты до самого последнего дня. Расскажите, пожалуйста, ну, а как сегодня у нас жители края могут оказать помощь фонду, сделать пожертвование, помочь ребенку? Алтайское краевое отделение, российский детский фонд, у нас есть сайт. На сайте есть вся информация. И QR-код, и реквизиты, и прямо с сайта можно сделать платеж, то есть и выбрать ребенка, которому нужна помощь, и выбрать какую-то программу. Ведь мы сегодня говорим только о марафоне «Поддержим ребенка». А у нас есть, например, такое направление не к детскому туберкулезу. Это поддержка туберкулеза, инфицированных ребятишек. У нас есть премии, одаренные детям с ограниченными возможностями здоровья. То есть целый ряд направлений, где можно выбрать то, что хотелось бы именно участвовать в этом направлении. Я напомню, что сегодня мы говорили о марафоне «Поддержим ребенка», который реализуется региональным отделением Российского детского фонда. И помощь свою личную можно оказать любому желающему, зайдя на сайт фонда. Всего доброго!